ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пенсионный возраст у женщин в Казахстане будет поэтапно ежегодно повышаться. Таким образом, женщины, родившиеся в 1964 году, выйдут на пенсию уже в 63 года наравне с мужчинами. Впрочем, если вам до сих пор казалось, что пенсию получают исключительно по достижению соответствующего возраста, могу обрадовать, что вы ошибались. Все подробности узнаем сегодня в нашей программе. Это про финансы веб, самый полезный вебинар о финансах. Привет всем подключившимся. Для начала попробуем выучить новое слово для всех, кто хочет самостоятельно влиять на график своих будущих пенсионных выплат. Это слово аннуитет. Интересно, что знают о таком формате пенсионных выплат простые казахстанцы. Что такое аннуитет? Что-то с кредитом связано, по-моему. А пенсионный аннуитет? Нет, не знаю. Нет и нет. Ну, это система платежа кредитного договора. Согласимся со статистикой. Большинство казахстанцев в предпенсионном возрасте даже не подозревают о том, что можно регулировать потенциальные выплаты. Но, судя по опросу, который мы только что просмотрели, среди нас мало тех, кто осведомлен о пенсионном аннуитете. Нет, мы не говорим о том, что эта форма лучше или хуже. Но, как минимум, нужно что? Быть финансово грамотным и знать максимум о тех или иных финансовых инструментах. Давайте попробуем разобраться во всем вместе с нашим экспертом. Здравствуйте, Саги. Здравствуйте, Мария. Я здесь как раз для того, чтобы помочь во всем разобраться. Саги Ажибек. Заместитель начальника актуарного управления Департамента регулирования небанковских финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан. Как показал наш импровизированный соцопрос, у наших слушателей будет к вам немало вопросов. Но я думаю, что вы на них обязательно ответите. Давайте начнем, пожалуй, с самых базовых понятий. Что же это, собственно, такое аннуитет? Вообще, аннуитет и аннуитетные платежи – это способ погашения кредита равными периодичными выплатами. Пользователь данной услуги имеет право на выбор стратегии выплат. При этом часть суммы аннуитетного платежа, идущая на погашение основного долга, постепенно растет, а другая часть, идущая на погашение процентов, уменьшается. Применительно к пенсиям аннуитеты позволяют начать раньше получать свою пенсию. В сущности, это единственный продукт, который предоставляет страховая компания на сегодняшний день. Преимущество данного продукта заключается в том, что человек имеет право получать пенсионные выплаты за 8 лет до достижения пенсионного возраста. При этом срок выплаты не ограничивается накоплением из НПФ. Кроме того, невыплаченная сумма накопления в случае внезапной кончины собственника будет передана его наследникам. Получается, если кратко, пенсионный аннуитет – это договор со страховой компанией, который позволяет вам начать получать пенсию раньше положенного срока, при условии, что у вас достаточная сумма накоплений в едином накопительном пенсионном фонде. Слишком много вопросов, и нам уже не терпится их скорее задать нашему эксперту. Будем последовательно. Пенсия, пенсии, рознь. Как эффективно влиять на свои накопления? И сколько нужно насобирать, чтобы выйти на пенсию раньше всех? Скоро узнаем. Это по-прежнему Профинансы Веб, и мы продолжаем. Саги, давайте по порядку. В чем принципиальная разница между пенсионным аннуитетом и пенсионным счетом в ЕНПФ? При получении пенсионной выплаты из НПФ выплаты осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений и только до 79 лет. В то время как пенсионная выплата из страховой организации осуществляется пожизненно и не зависит от того, закончились ли у вас пенсионные накопления. Но в то же время накопления для перехода на аннуитет должны быть достаточными. Да, это важный аспект, да, и мы к нему еще обязательно вернемся. А вот что касается возраста, насколько я понимаю, речь идет не только о верхней планке пенсионных выплат, но и о нижней возрастной границе. То есть благодаря этой системе можно раньше добраться до своих накопленных средств. Я правильно понимаю? Действительно, таким образом у казахстанцев появляется возможность более раннего выхода на пенсию. Как мы знаем, по закону права на получение пенсионных выплат из ЕНПФ появляется по достижению пенсионного возраста, который для мужчин составляет 63 года, для женщин 58,5 лет. К нам подключаются онлайн-зрители. В контексте обсуждения я сразу обратила внимание на пользователя с никнеймом «Старых». Вот его вопрос. А в чем тогда подвох? Что же должно помешать мне использовать такой с виду предельно комфортный инструмент? Отмечу, главное ограничение – это сумма ваших пенсионных накоплений. Этих средств должно хватить для обеспечения выплаты ниже минимальной пенсии. Также хотелось бы отметить, что сумма достаточности отличается для женщин и для мужчин. А вы уточните, пожалуйста, какова минимальная пенсия? На 2018 год размер минимальной пенсии составляет 33 745 тенге. Это про финансовые пенсии, и у нас еще масса вопросов. Вы уже упомянули в разнице работы этого механизма для мужчин и для женщин. Чем обусловлена такая дискриминация? Это слишком громко сказано. Речью идет о разнице в сумме достаточности пенсионных накоплений, которая связана со статистикой средней продолжительности жизни в нашей стране и во всем мире, согласно которой женщины проживают дольше, чем мужчины. Также хотел бы отметить, что одним из ключевых показателей, которые используются в расчете, является также возраст аннуитета. Чем старше человек, тем ниже будет сумма достаточности. Вот здесь как бы поподробнее. Как это выглядит на практике? Учитывая минимальный размер пенсии в этом году, сумма достаточности для женщин в возрасте 50,5 лет составляет около 13,5 миллионов тенге, а в возрасте 55 лет составляет около 12 миллионов тенге. При этом стоимость пенсионного аннуитета для мужчин в возрасте 55 лет составляет около 9,5 миллионов тенге. Получается, это в некотором смысле компенсация для сильного пола. А у нас есть вопросы от представительницы прекрасного пола. Айдана 86 интересуется. А что, если страховая компания обанкротится? Это, пожалуй, один из главных рисков. Прошу прощения за невольный каламбур, но как вообще участники этой схемы застрахованы от возможной нечистоплотности страховых компаний? Хороший вопрос. Могу сказать, что сохранность пенсионного накопления и гарантированность пенсионных выплат являются самыми важными вопросами для государства, для населения, и в том числе для лиц пенсионного возраста и предпенсионного возраста. Так как пенсионные выплаты являются единственным доходом для лиц в пенсионном возрасте. В целях обеспечения сохранности пенсионных накоплений Национальный банк, являясь финансовым регулятором, осуществляет контроль и надзор за платежеспособностью и финансовой устойчивостью страховой организации. Путем установления требований, таких как требования к достаточности капитала, требования к формированию резервов, необходимых для оплаты пенсии, требования по инвестированию активов в надежные финансовые инструменты. Но, как по мне, это все равно и есть главный риск кладчика. Сама страховая компания, окажись она неустойчивой лет через 10, после того, как я заключила с ней договор пенсионного аннуитета, я так и без пенсии могу остаться. Все-таки лично мой выбор более консервативный, но при этом государственный, а значит более надежный, ЕНПФ. А сейчас давайте посмотрим, как система пенсионных аннуитетов работает в других странах. Это интересно. Вообще распространение сектора пенсионных аннуитетов – это один из ярких индикаторов статуса развитых стран. Иными словами, чем развитие страна, тем больше там рынок аннуитетов. Люди живут дольше и, соответственно, хотят больше времени получать пенсию. Очевидно, что их очень много в таких странах, как Великобритания, Дания, Швеция и других. Впрочем, есть страны, где это не просто предложение, а требование к ее гражданам. К примеру, в Чили, Мексике, Аргентине и Швейцарии оформление пенсионного аннуитета фактически носит обязательный характер. В любом случае, базис отношений с любой страховой опцией строится на доверии. Грубо говоря, если страховая компания сегодня на коне, а завтра в силу каких-то факторов окажется не в состоянии выплатить свои обязательства перед клиентами, они окажутся, что называется, на бабах? На данный вопрос отвечу так, что в случае выявления факторов, ухудшающих финансовое положение страховой организации, Национальный банк запрашивает план мероприятий для повышения финансовой устойчивости. А также в случае выявления нарушений законодательства, Национальный банк имеет право применять ограниченные меры воздействия и санкции в отношении страховой организации. Кроме того, хотел бы отметить, что в Казахстане функционирует фонд гарантирования страховых выплат, который осуществляет гарантийные выплаты искалателям при страховом случае по договорам страхования, заключенным с ликвидируемой страховой организацией. Учитывая социальную значимость и долгосрочность выплат по пенсионным аннуитетам, в этом году приняты поправки законодательства по отнесению пенсионных аннуитетов к гарантируемым видам страхования. Таким образом, в случае принудительной ликвидации, фонд гарантирует страховый выплат, принимая на себя обязательства для обеспечения непрерывности и своевременности выплат в период с даты назначения временной администрации до передачи страхового подфеля в другую страховую организацию. Также новости можно отслеживать в социальных сетях банка и мобильном приложении НБК онлайн. Там вы всегда можете проконсультироваться и получить правовую помощь по интересующим вас финансовым вопросам. У нас осталась еще пара нюансов, которые хотелось бы уточнить с нашим экспертом. Не переключайтесь. Внимание, потомки! Можно ли передать свой аннуитет по наследству? Узнаем прямо сейчас. Это про финансы веб, и мы продолжаем разбираться в различных пенсионных практиках вместе с нашим экспертом. Поделитесь, пожалуйста, информацией о том, как наследуются пенсионные накопления в случае, если казахстанец обратился к услугам страховых компаний. Если, короче, потомкам-то хоть что-то достанется. Разумеется, Мария, наследование выплаты осуществляется посредством гарантийного периода, который устанавливает сам клиент при заключении догура аннуитета. То есть это могут быть 5, 10 или 15 лет. К примеру, может сложиться такая ситуация. Клиент купил догура аннуитета с гарантийным периодом 15 лет, и через 5 лет ушел из жизни. В данном случае оставшиеся 10 лет выплаты на те же условия будут получать наследники. Но по истечению гарантийного периода выплаты прекратятся. Если же владелец пенсионного аннуитета пережил установлен гарантийный период, то в случае его смерти наследники ничего не получат. Вот так вот, дорогие участники вебинара. Как всегда, внимательно изучайте основные положения, какого бы то ни было документа. Чтобы не оказаться в невыгодной для вас ситуации. А теперь, для того, чтобы еще лучше понять суть нашей сегодняшней темы, предлагаю заглянуть в историю туда, где это все зарождалось. Аннуитет или финансовая рента – общий термин, описывающий график погашения. То есть это выплаты вознаграждения или уплаты части основного долга и процентов по нему. А значит, можно предположить, что история применения таких графиков стара, как долги перед ростовщиками. Главная особенность аннуитета в том, что выплаты устанавливаются периодически равными суммами через равные промежутки времени. Мы разбираем самый позитивный пример применения такого графика, когда не клиент должен, а клиенту должны. В частности, в рамках страхования жизни. Так клиент оформляет договор со страховой компанией, по которому физическое лицо приобретает право на регулярное получение согласованных сумм, начиная с определенного времени, например, выхода на пенсию. Это «Профинансовеб» самый полезный вебинар о финансах. Вроде как с главным мы разобрались, а теперь честно. Вы намерены оформить аннуитет для себя или для кого-то из своих близких? И на чем будет строиться ваш личный выбор между традиционными выплатами или аннуитетом? С каждым годом пенсионная система и рынок страхования развивается, поэтому ожидаю, что в будущем еще появятся дополнительные опции и преимущества по данным продуктам. Поэтому сейчас я могу только сказать, что мой выбор будет сделан исходя из того, какой способ пенсионных выплат будут обладать преимуществами, приоритетами для меня. Отличный ответ. Главное, ответили честно. Спасибо вам за исчерпывающий рассказ о системе, о существовании которой большинство казахстанцев даже и не догадывались. Надеюсь, предоставленная информация будет полезной для всех. Хотел бы поблагодарить за предоставленную площадку, в которой мы смогли обсудить данные вопросы. Спасибо большое вам. Теперь мы знаем, что такое пенсионный аннуитет и как это знание поможет нам правильнее распорядиться своими средствами в будущем. Главное, что обязательно придется учесть. Несомненный плюс, если пенсию можно получать пожизненно, даже если вы исчерпали всю сумму своих накоплений. При этом риски управления вашим активом, а значит и размер финансовой выгоды, от его применения ложатся на компанию по страхованию жизни. Может быть, поэтому пока немногие рискуют переводить свои накопления с понятного государственного пенсионного счета на коммерческий аннуитет. Мы на этом не прощаемся. Проект Профинансы Веб продолжит отвечать на ваши вопросы о личных финансах, выгодных инструментах и опасных для кошелька рисках. До новых встреч на просторах Профинансы Веб. Будьте финансово грамотны, и тогда успех не заставит себя долго ждать. Редактор субтитров А.Семкин